Татьяна Конончук, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 5-го созыва. Уроженка Славгородчины по образованию учитель возглавляла Славгородский районный совет депутатов. Когда у тебя есть одна профессия, можно действительно сказать, что твое призвание в этой профессии. А когда так в жизни не получилось, то, наверное, для меня призвание – это делать то, что ты можешь в конкретной ситуации, в том времени, в котором ты находишься, что ты обязан делать. И главное, скорее всего, не счастье в том, что ты делаешь, а счастье – хочешь ты это делать или нет. Вы хотите? Да. Дети мечтают быть то, что видят вокруг, и продавцом. Но как только я пошла в первый класс, я уже захотела стать учителем. И, в принципе, всю школьную жизнь эта мысль меня не покидала. Хотя, когда где-то порой были фильмы, то хотелось быть адвокатом. Сейчас, наверное, если бы меня вернуть в детство, мне бы захотелось стать медиатором. Медиатор – это тот, который решает вопросы людей, споры между людьми до судебных разбирательств. Талант, несомненно, нужен. Да, можно быть хорошим учителем-предметником. Можно достичь какого-то профессионализма в этой работе. Но без таланта ты не сможешь постичь самого главного в этой профессии. Для меня самое главное – это когда на уроке все абсолютно разные. И неважно, их 15, 25 или даже 30, и они пришли сегодня с разным настроением. Но на твоем уроке ты смог их вовлечь так, что они все трудятся, как муравьи. И их все глаза вместе с тобой. И этот урок проходит на одном дыхании. Вот тогда у учителя талант, когда ты вот этого достигаешь. Поэтому талант – это и профессионализм, это любовь к детям, и любовь к тому, что ты делаешь. То, что я стала учителем математики, сделала этот выбор для меня все-таки школа моей учителя математики. С первого по выпускной класс это были три учителя. Но они мне были интересны не только как учителя математики, а как люди, которые были очень интеллигентны, просты, с глубоким чувством юмора и уважали детей. Ведь математика – это сложный предмет, но как-то все легко получалось. И особенно вот выпускные классы, моих учителей уже многих нет. Это покойная Генкина Софья Аковлевна. Это человек, у которого можно было учиться жизни, а не только математики. Депутат не успеет оторваться от людей, от того, что происходит на местах, потому что ежемесячно мы в своих округах. Это, как правило, неделя работы в округе. Это еще и участие в различных мероприятиях, которые проходят в твоем округе. Это и встречи в трудовых коллективах. И ты знаешь ситуацию, ты общаешься с людьми, которые там проживают, ты их слушаешь. Это очень важно для твоего же опыта работы потом в парламенте над теми же законопроектами. И ты полистаешь сайты каждого твоего из районов, посмотришь, какие там новости твои зашли. И поэтому как бы ты стараешься быть в теме, в курсе событий. Но то, что ты отрываешься от мест в кабинетах депутат, наверное, это даже, если бы хотел, у него бы не получилось. День парламентария, когда ты находишься в законодательном органе, в парламенте, трудовой день – это может быть целый день работа один на один с законопроектом. Вообще любой законопроект, или это экономика, или социальная, или это природоохранная деятельность, они все очень важны, потому что не может ничего быть какого-то отдельного. Все в комплексе, взаимосвязанное, и порой от экономического, не порой, а практически всегда, от экономического законопроекта зависит социальная. Даже на выходные из столицы нужно уезжать, чтобы можно было восстановить свои силы, свой какой-то внутренний, может быть, потенциал. Для меня это сложный, шумный очень город. Когда вот в пять рабочих дней, ты этого, может быть, и не замечаешь. Но у меня, в принципе, не получается на выходных оставаться в Минске. Я практически каждые выходные приезжаю домой. Вы знаете, наверное, любой город, любой населенный пункт – это не просто здание или какая-то еще инфраструктура. Это всегда образ жизни людей, которые там проживают. И поэтому есть вот отличия, которые замечают, путешествуя там или бывая в различных населенных пунктах. Да, славгородчане, они более открытые такие люди. И в тех коллективах, и с теми людьми, которыми мне приходилось работать, я тоже хочу сказать, что они не боятся сказать правду в глаза. Но еще одна такая черта – вот высказались о наболевшем, но дальше нет зла, нет вот таких обид, по большому счету, которые на всю жизнь. Вот это очень важно, я думаю, для наших славгородчан. В большинстве своем люди скажут, что за свою жизнь, где бы они ни были, и что бы они ни видели, наверное, мы всегда больше всего восхищаемся все-таки природой. То и природой, которая нас окружает, то и природой, когда мы посещаем другие страны или по другим, то есть или вот наши леса, или наши озера, реки, или кому-то удается побоить в горах, мы всегда восхищаемся вот этим, потому что, наверное, это самое главное. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы вот это уникальное природное место, особо охраняемая природная территория погибла. Поэтому сейчас, конечно, вот и инициатива славгородчан, и участие в различных проектах, но этого на сегодняшний день недостаточно. Ну, куда у нас можно поехать и за что-то не платить? Такого не бывает. А вот накрениться это как дар бесценный получается. Люди правильно верят в воду, она исцеляет. Вот эта триада человек, природа, экономика, они должны на одном уровне быть. И природа, охрана окружающей среды, это не только важно для здоровья сегодняшнего поколения, для нас, но это моральная, может быть, ответственность перед будущими поколениями, а что мы оставим. Сначала люди хотят, чтобы они, у них все в жизни получилось. Затем переживают и хотят, чтобы у детей было. Когда появляются внуки, тебе хочется, может быть, как никогда пожить дольше, чтобы видеть, как они растут, чтобы иногда быть рядом. Наверное, вот это самое главное желание. Я не скажу, что как-то вот эта чернобыльская трагедия очень резко изменила мою жизнь, и что-то могло бы сложиться по-другому. Да, психологически очень сложный период с момента всей трагедии, я это все помню. Я тогда еще была студенткой 4-5 курса, но тем не менее. И наша деревня, наш населенный пункт, она была полностью под отселение. Но родители не захотели уехать, и я помню эти слезы на глазах, и поэтому они приняли такое решение. И я как учитель математики и физики, я понимала, поэтому психологическая какая-то вот такая травма, она была. И страх дальше рождения детей, и как что получится, это все присутствовало. И даже когда рождали, начали уже внуки, оно периодически, это вот страх такой всплывает. Но, слава богу, все хорошо. В нашей семье, наверное, так сложилось, мы все любим шутить, и смеемся больше всего сами над собой, друг над другом, и не обижаемся над этим. Мы можем расхохотаться из-за какого-то пустяка, мелочи, насмеяться вдоволь. И это не редкость. А плакать, это было, может быть, не совсем давно. Я в жизни не люблю две вещи. Когда меня ругают ни за что, и когда меня хвалят. Мне лучше, я сама всегда понимаю, это хорошо или это плохо. Ну, и был небольшой такой случай, когда... Но я люблю плакать одна, чтобы меня никто не видел. Человек, который заложил, наверное, вот все будущее в моей жизни сейчас, и чем старше я остановлюсь, тем понимаю, что то, что было заложено в детстве, оно мне помогло и помогает в жизни. Это все-таки мои родители и в большей степени мама. Они не смогли в свое время получить образование, но это были очень трудолюбивые и мудрые люди. А мама – это мудрейшая была женщина. В семье с детства у нас были в нашей семье свои заповеди. Их было всего две. Но на протяжении всей жизни я понимаю, что их больше не надо. Потому что все остальные, они из них вытекают. Первая заповедь, ее не повторяли каждый день. Но с детства она мне запомнилась, и это, наверное, девиз по моей жизни. Нужно уважать человека от люльки до трунки. Я больше нигде такого не слышала. Так говорила моя мама. И вторая заповедь, я ее так хочу назвать. «Всякую работу нужно прелюбить, даже и камни, и те нужно ворочать с душой». Я читала много литературы, но более мудрых высказываний. Я не знаю, откуда она взяла, если бы попозже, я бы потом спросила, может быть. Но вот это с детства у меня сформировалось, и с этим я живу. И это мне помогает. Очень здорово помогает в любых ситуациях, потому что, наверное, это заложено. Я пыталась это заложить и в своих детях, и, наверное, у меня в большей степени получилось. Лет через 15-20 в будущем, вообще в будущем, это будет жизнь более мобильная. Это будет более сильный поток информационный. Даже если посмотреть за последние десятилетия поколения Next, X, Y, Z, даже мне трудно сказать, какое это будет поколение, но оно будет уже другим. И очень важно среди глобальных быстрых изменений информационных в любом направлении нашей жизни не утерять самое важное, то, без чего, наверное, жизнь невозможна. Это какие-то нравственные ценности, это обязательно семья. И очень радует, что и нынешнее поколение, и молодежь, когда проводят опросы, они все-таки семья на первое место ставят. Вот это вот очень радует, я думаю, в будущем это все сохранится. А мир, мир, конечно, меняется, и меняется очень быстрыми темпами. Смысл жизни в детях, прежде всего. В деле, которым занимается человек. Смысл жизни, вообще жизнь – это путь. Это огромный путь человеческих взаимоотношений. И как ты пройдешь этот путь? Как у тебя сложатся вот эти взаимоотношения с окружающим миром, с людьми? В той же гармонии с природой или нет? Будет зависеть от того, какой смысл твоей жизни, какой ты прожил путь. Скорее всего. И пусть бывает в жизни нелегко, и не всегда судьба тебе послушна. Живи красиво, вольно, широко. Люби людей светло и простодушно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова